Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Уважаемые любители рок-музыки, продолжаем рассказ о том, как мы строили свою репетиционную базу. К сожалению, нам не удалось построить базу в самой Москве, так как получение разрешения на строительство в столице занимает несколько лет. А мы не можем позволить себе откладывать жизнь на потом, да еще и на несколько лет. И не можем подводить народные массы, которые с большим нетерпением ждут нетленные музыкальные произведения от группы Валащука СД в стиле новый хард-рок. Но, наверное, такие жесткие законы по строительству в Москве вполне обоснованы. Иначе, с нашей азиатской страстью к взяткам, Москву запросто превратили бы в Шанхай или в бразильские фавелы. При предыдущем мэре застраивали любую маломальски свободную площадку, и вся Москва была в рекламных плакатах и перетяжках. Московской архитектуры, видно, не было вовсе. Все шло на продажу. Сегодняшнее руководство Москвы положило этому конец, утвердило жесткие правила застройки, расчистило город от чрезмерной рекламы и мусора. Москва очень похорошела в последнее время. Поэтому, сделав попытку получить разрешение на строительство и получив отказ, мы, не теряя времени, начали стройку в ближайшем Подмосковье, где с разрешениями на строительство дело обстоит попроще. В предыдущей серии мы показали вам, как выбирали место под репетиционную базу, как делали геодезическую привязку к местности и разбивку. И вот уже закипела непосредственно строительная работа. А в стройке, как вы знаете, самое главное фундамент. От него полностью зависит долговечность и надежность конструкции. И его стоимость, как правило, составляет 15-20% от стоимости всего строительства. Если фундамент хлипкий, если на нем сэкономили, то и сооружение будет колоссом на глиняных ногах. Ветер подул и все рухнуло. Но и в любом другом деле фундамент главное. Ведь в музыке то же самое. Если не создан фундамент в виде базовых знаний, навыков, если не создан музыкальный коллектив, не создан приличный репертуар, то и какой-нибудь проект с красивой девчонкой или пареньком и с одним единственным хитом существует до тех пор, пока его крутят по телевизору. Если спонсорам эта забава надоедает и крутить девчушку или парнишку в ящики перестают, то про них тут же все забывают. Колосс на глиняных ногах рушится, погребая под своими обломками восходящую звезду и зачастую находящихся рядом почитателей и прихлебателей, а то и спонсоров. Но я вернусь к нашему фундаменту. Так как здесь на участке очень близко к поверхности земли подходят грунтовые воды, то нам пришлось сделать высокий фундамент из фундаментных блоков и устраивать мощный армированный ростверк, превращающий фундамент в единую монолитную надежную гидроизолированную конструкцию. Сейчас вот заканчиваем нулевой цикл. То есть устроили ленточный фундамент из блоков, простейший. Здание небольшое, 5-метровую высоту, нагрузка не будет большая, поэтому эти ФБСки будут держать то, что надо в здании. 16 метров в длину, 8,5 в ширину. Поэтому вот это тот репетиционный зал. 16 метров в квадратах. И здесь будет режиссерская, туалет, душ, кладовка, комната отдыха. В общем, все для нормальной работы. Какими трудностями столкнулись при строительстве этого выдающегося сооружения? В принципе, трудностей-то не было. Все идет по плану. Сейчас вот подготавливаем для бетонирования площадочку. Сейчас завезут раствор, поднимем его немножечко, сантиметров на 5, наверное. И будем ждать, когда он придет в нормальную норму. И будем ставить блоки ФБСки. Видите, это опытный человек сказал. Он все знает, не подведет. Надежный человек, мы знакомы давно уже. Как работяги? Работяги отлично. Работают ребята вообще. Не бастуют? Нет, не покладай рук. Вот, видите, потому что все прониклись музыкой рок-группы Волощука-СД. Они покладают рук. Создают это монументальное сооружение под названием репетиционная база. Так что вот так, пойдемте, глянем все-таки на зал репетиционный. На его, будем говорить, под основу. Пойдем. Вот здесь будет вход. Вот здесь будут все вспомогательные подмещения. Туалет, душ, кладовка для запчастей, для всяких. Дальше. Здесь будет же, конечно же, бойлерная. А также комната отдыха. И самое главное, режиссерская. Которая, как то, с большим звуконепроницаемым, будет смотреть репетиционный зал. Вот такая конструкция, простейшая. Ничего лишнего, но все есть. А вот это, то главное, ради чего все это делается. Вот этот квадратик, прямоугольничек, это и будет будущий репетиционный зал. Здесь будет где-то метров шестьдесят пять квадратных, вот семьдесят. Ну, я так, ориентироваться. Потому что, сейчас не скажем, потому что будет толщина стен, утепление, звукоизоляция. Поэтому в частоте метров шестьдесят пять будет точно. Я думаю, для репетиционного зала и высота будет четыре, двадцать, четыре с половиной метра. А то есть звук объемный будет держаться, все хорошо. Со звукоизоляцией не будет лишних шумов, все будет отлично. И музыканты глохнуть не будут, когда большой простор, большое пространство. Ну, вот так вот, вкратце. Поэтому уверен, что все будет хорошо. Все будет хорошо. И вовремя. На песок просядет. Чтобы трамбовывать будет на песок. Проливать. А щебенка сверху будут класть. Потом уже опалубка. Арматуру будут заказывать. Самое главное не забыть закладные под кабеля. Все, знаю. Потому что это насыщенно электроникой помещений. Освещение, звук, видео. Озвучка всей аппаратуры. Тут масса розеток должно быть. И розеток и для видео, и для всего подряд. И камеры будем ставить, все будет по полотнику. Чтобы вести онлайн эфиры, стримы разные. Играть вживую. Вам здесь жить придется. А что делать? Хэви метал попса шансон не пройдет. Тут будет коваться настоящий русский хардрок. Новый хардрок. Вот так вот. Всем рокерам привет. А хэви метал попса шансонщикам огромный привет. От Волощук АСД лично. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Волощук. Расскажет рокер Волощук. Расскажет рокер Волощук.